Так, всем здорова! Сегодня хотел объяснить абсолютно, я не знаю, невероятным уебанам, которые снимают видеоролики по Sony XA1, но это, конечно же, обзорщики. То есть, они вообще не соображают, как нужно снимать ночные снимки. Вот реально, люди очень далеки от фотографии, как от мобильной, так и от реальной, но они пытаются делать какие-то выводы. Вдали идущие, насчет того, что Sony XA1 хреново снимает в темноте. Значит, я сейчас вас просвещу, и особенно этих очень странных людей, как нужно правильно вести ночную съемку. Понятное дело, сразу же скажу, что это не какая-то съемка движущихся объектов, это съемка статичных объектов. Я не знаю, люди встали возле фонаря, и эту группу можно снять на этот телефон, используя большую выдержку. Так вот, короче, немножко расскажу про этот телефон. Ну, я его, понятное дело, купил не себе, своей маме, я в себе немножко другое что-то подобрал. Но, честно говоря, его камера меня впечатлила. То есть, до этого, помню, вот у меня он такого розового цвета, не знаю, видно сейчас или нет. До этого, помню, я себе как-то купил Sony Xperia Z5, и там, конечно, камера снимала, это просто святых выносили. То есть, во-первых, там оптика эта широкоугольная, она гнула, вот так вот буквально выгибала деревья, они вот так вот аж гнулись по краям. Это первая, как это называется, аберрация, по-моему, я не помню. Короче, искажения были просто ужасные. В темноте она снимала тоже просто ужасно. И вот, что самое удивительное, здесь такая же самая камера, ну, сенсор стоит и оптика, и она снимает намного лучше. То есть, конкретно, здесь оптика 1х2.3 дюйма, точнее, сенсорная 1х2.3 дюйма, оптика 2.0, и снимает он практически как мой LG V10, у которого светосила 1.8 дюйма и матрица 1.2.8 дюйма, и 16 мегапикселей. Здесь 23 мегапикселя, и размер пикселя очень мелкий, 1.08 мкм. Так вот, в чем заключается проблема? Эти все идиоты берут, включают супер авторежим, и на нем снимают и потом ору, что ой, у нас огромное количество шумов. Понятное дело, если его так снять, вот я сейчас это сделаю, то шумов будет большое количество. А все почему? Потому что выдержка какая ставится? Вот попробуйте, какая ставится выдержка на супер авторежиме. Так как здесь нет оптического стабилизатора, выдержка здесь по-любому будет ставиться, ну, где-то 1.30 секунды. Значит, я честно говоря, ну вот конкретно, вот у меня есть LG V10, и там оптический стабилизатор имеется. То есть там можно, в принципе, если ты не пьешь, если ты не бухаешь каждый день, как с леса, то можно статично высрать, ну, где-то 0.5 секунды, это одна-вторая. Здесь, в принципе, при супер раскладе, то есть если звезды станут так, как нужно, если, опять-таки, ты не бухаешь, если ты там не занимался спортом, то можно вытянуть где-то 1.25 секунды. То есть реально более-менее стабильный результат получается на 1.8 секунды. То есть 1.8 секунды и выдержка в авторежиме 1.30 секунды. То есть это, ну, где-то 4.5 раза, да? То есть 4.5 раза больше света. Теперь конкретно, что следует сделать? Следует выбрать, пожалуйста, суперручной режим, настроить выдержку. 1.4 или 1.8 секунды, зависит от того, как часто вы бухаете. У меня для вас очень плохая информация. Если вы бухаете каждый день, пьете пиво на лавочке, то это видео не для вас. То есть вы тогда поищите ли себе телефон с хорошей оптической стабилизацией, или я вообще не знаю, что вам нужно сделать, не знаю, может быть, руки скотчем примотают к чему-то, или опираетесь на лавочку, или лежите на лавочке и с ней снимаете. Иначе у вас ничего не будет. Вторая ошибка. Если вы поставили здесь режим HDR, вы меня извините, но вы ничего не выставите. HDR не ставится при съемке ночных объектов, потому что у вас фактически выдержка в 2 раза увеличивается. Так, HDR вы убрали. И вперед пошли. Вот 1.4 секунды. То есть понятное дело, что это не всегда получается. То есть, опять-таки, от того, насколько у вас сильно трясутся руки. Вот я сейчас снимаю. Не дышать. Так вот, это я сейчас снял на 1.4. И давайте еще на 1.8 снимем. Так, теперь посмотрим, что нам удалось высрать. Так, а ну, видно что-то здесь? И осталось. Её